Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий, и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как старость. Эта тема негативная, и многие люди стараются об этом даже не думать. И когда они видят своих бабушек, дедушек, других пожилых людей, они стараются как можно быстрее переключить свое внимание на другую тему, на другие позитивные мысли. Старость означает период жизни как человека, так и животного, и растений. И у людей старость различается на три фазы. Это преклонный возраст, примерно от 65 до 75 лет. Затем старческий возраст, от 75 до 90 лет. И период долгожительства, это более 90 лет. И старость, это время, разное у разных народов. Так в Африке к старым людям можно назвать уже 50-летних людей, особенно это в Центральной Африке. В Азии это примерно 70 лет, а в Европе уже 80 лет. И старых на Земле из 7,3 миллиарда людей в 2015 году, примерно 10-12 процентов людей. То есть каждый десятый человек, девятый человек на Земле, он является старым. И в человеческом понятии слово «старость» означает болезни, немощи, одиночество и страдания. Есть замысел Бога о старости. Я уверен в этом. У Бога нету замысле страданий для человека, если он находится под Божьей рукой. И тогда у Бога есть совсем противоположные действия. Это здоровье, это нахождение с внуками и даже правнуками. И это уход из жизни тихо и спокойно. И поэтому разница между человеческими устремлениями в жизни и желаниями воли Божьей в его жизни, они разные. И они приводят в старости человека совсем в разные места. И Бог не хотел бы, чтобы человек долгое время лежал, обременяя страданиями себя и своих близких. Я уверен в этом, что Бог хотел бы, чтобы в старости люди были активны, чтобы люди были в достаточной степени здоровы. И пример этому есть. И поэтому мы должны стремиться находиться все время, во все периоды жизни под Божьей рукой, на Божьей тропе, чтобы в старости Бог не допустил немощи, страданий и болезней к человеку. И чтобы в старости не было той поговорки, о которой сегодня каждый человек вспоминает, в старости нет радости. Чтобы было наоборот, чтобы была в старости и тоже радость. Но, к сожалению, не все люди доживают до старости. И многие люди избегают этой старости, уходя преждевременно из жизни. Просуждайте на тему старости. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok